Говорят, что государство хотело продавать землю и вообще отдавать ее в частную собственность за деньги, в том числе и потому, что это едва ли не единственный сейчас, грубо говоря, товар, который можно продать, чтобы каким-то образом выйти из кризиса. Это очень глупый тезис по одной простой причине. Делать ссылку на то, что продавать землю нужно по причине их нехватки финансовых ресурсов в государство, это на самом деле не довод. Это немножко даже довод такой, знаешь, преступный. Потому что этот довод противоречит тому, что, например, говорит счетный комитет. А счетный комитет каждый год говорит примерно об одном и том же. Что каждый год не осваиваются миллиарды тенге, выделенные государственным структурам на разные государственные программы. В прошлом году там чуть ли не 400 с лишним миллиардов тенге. Не было эффективно освоено. Деньги есть. Но вся проблема в том, что существующий бюрократический аппарат, как черная дыра, любые суммы денег, он просто неэффективно тратит, либо они куда-то растекаются и расходятся без конкретно эффективных результатов. Понимаешь, да? То есть нужно начинать не с того, что что-то надо продавать. Спасибо, мы через это уже прошли в 90-х годах, когда практически подписали соглашение о разделе продукции со многими крупными нефтегазными компаниями иностранными. Кстати, эти соглашения о разделе продукции такой же черный ящик для общественности. Мы не знаем, какие там пункты. Но опять же, насколько можно понять по деятельности правительства в последние годы, эти пункты шли не в пользу государства. Сейчас пытаются они переиграть, внести новые правила, увеличить налоговые выплаты со стороны инвесторов. И так далее. Поменяйте СРП. Но это тоже шло по принципу того, как нам не хватает денег, нам нужно привлечь инвесторов на любых условиях. Сейчас мы пытаемся ситуацию выправить. Но деньги есть. Гигантские деньги, которые наши бюрократические аппараты используют неэффективно. То есть нужно необходимо провести мониторинг финансовых расходов. С учетом общественности, повышения транспарентности, прозрачности, контроля за государственными ресурсами. Деньги сразу найдутся. Вот и все. Источники, основные источники финансов находятся внутри самого государственного аппарата. А будет ли это, если предположить, что идеалистическая картина, я понимаю, если предположить, что такой мониторинг будет проведен и жестко начнется борьба за усиление эффективности расходования. А вот тот самый кризис, которым нас пугают уже больше года, будет ли это выходом из кризиса? Или, скажем так, сход с сырьевой иглы, он стал для нас окончательно бесповоротной точкой невозврата? Я сомневаюсь. Потому что, вы даже обратите внимание на последний сценарий, который предложил Национальный банк. То есть регулярно, ежегодно, сценарий развития казахстанской экономики в восточной перспективе. То есть обычно выделяют три сценария. Но все три сценария базируются на цене на нефть. Там 20, 30 и выше. Все три на низкой. Все три. Обратите внимание на недавние заявления, в том числе руководство Казахстана, на Петербургском экономическом форуме, что было заявлено. Что бы мы ни говорили об альтернативной энергетике, эпоха нефтегаза не закончится очень быстро. Хотя не так давно, в период, когда были жировые времена, говорили о том, что вот-вот мы скоро должны слить сырьевой иглы. Это же экспорт нас когда-то затевал, в том числе для того, чтобы там зеленую энергетику развивать. То есть на уровне руководства страны опять четко дается сигнал, что сырьевой сектор так и останется у нас локомотивом. Мы очень сильно зависимы от него. Все наши многочисленные проекты, в том числе по-темкински, в индустриально-инновационном секторе, они не работают. Мы их реализуем не первый год. Деньги потрачены многие впустую. И поэтому я думаю, что как раз-таки проблема не в том, что есть кризис. Потому что кризис для многих стран это хороший урок. Это хорошая возможность переформатировать свою реальность и начать что-то новое сделать. То есть многие говорят, что в принципе кризис это новая реальность. А новая реальность предполагает принятие новых мер и подходов. Вот у нас ничего не меняется абсолютно. Говорят только об этом. Но сам подход не меняется. У нас меняются только лозунги. Меняются лозунги, да. Меняются министры различной программы. Предлагаются. Но сама сырьевая ориентированность остается. Мы завязли очень сильно на этом. Даже Саудовская Аравия сейчас пытается разработать абсолютно новую программу, чтобы в течение даже не среднесрочного, а косточного периода избавиться от своей сырьевой зависимости. Кстати, раньше это стал делать еще такой эмират, как Дубай. Который уже раньше понял, что необходимо развивать альтернативную логистику. Но мы на Дубай как раз ориентируемся. То есть в этом плане привлекать инвесторов не в нефтедобывающих секторах, а в другие. Там логистика, интертеймент, развлечение и так далее. У нас в Казахстане, к сожалению, мы сидим на сырьевых глетках долго, что это немного атрофировало мозговую деятельность наших чиновников. Я всегда говорил, у нас не будет никогда инновационной экономики, если не будет инновационного мышления у наших чиновников. А инновационного мышления у наших чиновников не будет до тех самых пор, пока у нас не возникнет инновационной экономики. Вот такой заптутый круг. То есть чиновники, которые у нас при высоких цен на нефть привыкли работать именно в благоприятных условиях гигантского потока нефтедолларов, их очень тяжело переучить работать по-другому. Сейчас что они делают? Они ведь ищут не источники новые за счет инноваций, они ищут новые источники за счет того, что мы накопили, когда эти деньги касательно продаж сырья. Национальный фонд, грубо говоря, тратят кубышки. Да, сейчас приглядываются к единому накопительному пенсионному фонду, они ищут кубышки. Вот и все. Вот их подход антикризисный. У нас остается совсем немного времени, но мы успеем посмотреть еще одно видео. Оно у нас должно было быть третьим. Но одно мы пропустим. Это итог политический, который коснулся в том числе и вас. Это усиление пропагандистского ресурса, но в каком-то карикатурном понимании. По этому поводу есть вот такое видео. И тем не менее, международные СМИ продолжают раздувать огонь революции. Акции протеста, которые транслируют по всей сети, призывают снова и снова выходить на улицы. Под громкие и многообещающие лозунги. Все забывают то, что миром правят не только государства, но и транснациональные компании, в том числе и транснациональные медийные структуры. Их не так много. Практически можно перечесть на пальцах одной руки крупнейшие медийные холдинги, которые определяют, по сути, глобальное сознание. Сюжет один по CNN, сюжет один по BBC, он моментально, скажем так, обретает большую значимость, чем сюжет на какой-то локальный. Как вы попали в эту передачу? Я так и не понял. В том-то и дело, данный сюжет не первой свежести. То есть ему было года полтора-два. При этом данный комментарий был сказан по поводу арабской весны. И частично по поводу, в том числе, тех событий, которые на постсоветском пространстве происходили. Как раз речь шла именно о роли медийных структур. С точки зрения влияния на общественное мнение. И, кстати, опять же, этот кусок, он очень маленький, потому что я говорил именно о том, что как бы власть не пыталась закручивать гайки, именно сейчас современные медийные структуры позволяют общественности привлечь к себе внимание. В том числе международные общественности, со стороны которых они получают поддержку. И именно что вызвало у меня большое возмущение, то, что этот кусок очень старый, поставили в сюжет, связанный с внутриказахстанскими событиями, пытаясь это подстроить под некий такой общий контекст. И опять же, сам сюжет я все-таки рассматриваю, который был выдан как пропагандистский. Естественно, что это вызвало мое возмущение, и на фейсбуке я по этому поводу высказался и призвал моих коллег-экспертов бойкотировать. Данный канал, опять же, с той точки зрения, то, что были попраны все основные принципы журналистской этики. То есть, с таким же успехом сейчас можно взять любой комментарий любого моего коллеги, любой данности, и подстроить его под конкретный конъюнктурный сюжет, опять же, исходя из интересов самого канала либо тех покровителей, которые сидят выше. Меня это очень сильно возмущает, потому что журналистами я работаю очень давно. И впервые на моей практике была вот такая грубая, грубая такая форма. Ну, ведь это ведь не случайность, это целенаправленная подгонка. Это была целенаправленная подгонка, опять же, я думаю, в стиле все-таки российских пропагандистов. Вот, собственно, вопрос в этом. Вот не секрет, и, наверное, не будет большим преувеличением сказать, что СМИ многие в ситуации с митингами, со всем остальным, работали на создание образа врага. Это, по-вашему, внешняя инициатива, ну, то есть, со стороны тех же руководителей каналов, там, первый канал Евразии, там, частично российский, или это команда из той же администрации президента, например? Обществу нужен враг, давайте сплотимся и забудем про проблемы, будем говорить, что Америка плохая. Ну, во-первых, знаешь, я хотел бы еще раз повторить, я очень жестким бываю в своих оценках. Я не считаю ту или иную медийную структуру средством массовой информации, если она занимается пропагандой. То есть, в принципе, они уже в какой-то степени ставят на себе крест. Поэтому назвать их СМИ, мне кажется, немного это натяжка большая. Это можно как угодно назвать, пропагандистский канал. Опять же, нужно ведь исходить из того, что здесь есть большое количество разных факторов, которые привело к тому, что мы сейчас наблюдаем. Вот эта пропагандистская мощнейшая волна, которая пошла касательно земельных митингов и так далее. Во-первых, я об этом уже не разговаривал, это все-таки доминирование иностранных средств массовой информации на территории Казахстана. Эта тема очень давняя. И, кстати, она началась с точки зрения обсуждения здесь в Казахстане, даже не с украинских событий, а еще с момента создания таможенного союза. То есть, когда мы начали пытаться, по крайней мере, более-менее объективно анализировать все плюсы и минусы нашего участия, уже тогда началась мощнейшая волна. В том числе и среди российского экспертного сообщества, вот в том плане, что здесь некая такая пятая колонна появилась, как против. Украинские события они просто четко вычертили, в какой ситуации опасно находится Казахстан. По сути, сейчас информационная колония в России. Серьезнейшее влияние российских средств массовой информации на защитную часть казахстанской общественности. Они формируют это общественное мнение. Я поражаюсь, почему власть не воспринимает это как опасность, потому что сегодня они формируют общественное мнение против так называемых внутренних врагов, некой пятой колонны, среди даже самих граждан Казахстана. Либо по отношению к внешним игрокам, будь то Украина, либо Турция. Но завтра же эти СМИ будут формировать это общественное мнение против самой власти. Я часто привожу пример Белоруссии. Я часто привожу пример известного документального фильма «Крестный батька». То есть там 4 серии, которые на НТВ показывали. Грязнейший фильм, который должен был опорочить Лукашенко. То есть понятно, что команда была дана сверху. И этот фильм был снят против союзника России формального, который уже тогда входил в таможенный союз. Но конъюнктура так поменялась. Никто не гарантирует, что аналогичный фильм не снимут по поводу руководства Казахстана. И что наше руководство может противопоставить? При наличии доминирования этих СМИ здесь в Казахстане. Это первый момент. Второй момент. Сама же наша элита, она очень активно здесь использовала российскую методику поиска внутренних врагов. Пятой колонны. И все это началось в 2005 году после событий в Кыргызстане. Я это хорошо помню. Тогда активно стали говорить о том, что здесь тоже зреет некая такая волна, оранжевая, тюльпановая и прочая революция. Активно стали искать пятой колонны и тому подобное. То есть в принципе наша власть тоже заразилась вот этим поиском. Не проблемой решать, не искать причины, а искать виновных. И вот то, что мы сейчас наблюдали, это по сути является следствием вот этих глубинных проблем, которые наблюдаются у нас очень давно. Это доминирование иностранных СМИ, которые сюда принесли свой пропагандистский механизм, который, кстати, очень топорно здесь исполнялся на местном уровне. Это признали и многие сами журналисты. Во-вторых, есть кураторы со стороны власти, которые поощряют это. При этом они же пилят сук, на котором сидят. Потому что сейчас ищут пятую колонну среди граждан страны, обвиняя участие в митингах, чуть ли в том, что их финансируют третьи страны. Завтра же эти СМИ переобуются, будут обвинять эту элиту в том, что они тоже переобулись или проводят политику эти российские. То есть я думаю, что сейчас мы по сути находимся в состоянии очень серьезной угрозы для нашей информационной безопасности. Но ничего не делается, чтобы ситуацию справить. Ничего не делается. Я думаю, что как раз таки власть должна задуматься. Хотя бы с точки зрения прогнозированной ситуации. Каким боком это может выйти для нее самой? Легкий блиц. В этом году Казахстан начал председательствовать в Евразийском экономическом союзе. И за исключением, в общем, пары встреч и одного такого громкого заявления по касательной созданию единого информационного пространства. В остальном о Евразийском экономическом союзе как-то подзабыли. ЕАЭС уже не важен, он не входит уже в политическую повестку дня? Ну, конечно, на официальном уровне об этом активно не говорится. Хотя, фактически, я наблюдаю некое разочарование. Вот знаешь, в чем парадокс состоит? Когда в конце 90-х годов мы говорили о проблемах экстремизма и терроризма, ну, власть так отмахивалась. Считала, что это опять не для Казахстана актуально. Это там Узбекистан, Россия, там с Чеченским. Когда с момента создания таможенного союза мы примерно говорили об этих же проблемах, что не будет работать этот интеграционный проект по объективным причинам. Разные государства с разными целями. При этом Россия геополитику ставит выше экономических интересов. Кстати, потом это и было доказано в связи с украинскими проблемами, с турецкими. Это стало быть по экономическим интересам Казахстана так же. Не прислушивались. Сейчас мы видим, что уже разочарование наступает. Эра оптимистов прошла. Об этом и бизнес стал чаще говорить. То есть, вот некий такой холодный душ произошел. Конечно, сейчас тяжело Казахстану, скажем, сказать, что вот да, мы не хотим участвовать в деятельности Евразии. Все-таки на официальном уровне все заявляют, что это наше детище. Но сейчас мы видим все-таки больше активизацию Казахстана в отношении с Китаем. Экономический поезд шелкового путь. Более того, сейчас даже идет попытка объединить Евразес и этот проект экономический поезд шелкового путь. Но здесь есть определенная опасность для Евразес. Я об этом уже в одной статье говорил, что китайский удав может проглотить и переварить евразийского кроника. Этот процесс уже идет, потому что Китай по сути уже активно сейчас переваривает экономики стран Центральной Азии. А вы знаете, что в нашем регионе Казахстан и Кыргызстан входит в Евразес. Может быть в будущем Таджикистан, но два государства. Поэтому я думаю, что скорее всего Евразес уже перестал быть такой любимой игрушкой по многим причинам. Геополитическим и экономическим. И я думаю, что скорее всего эта переориентация на Китай, даже с точки зрения привлечения китайских кредитов и инвестиций, уже является неким таким трендом. Традиционный вопрос о преемнике, последние движения Карима Масимова в Твиттере и в разных носках и слова о женщине-президенте сказаны на Петербургском международном экономическом форуме. Я так понимаю, это все ширма и симулякор, до сих пор нет окончательного решения. Ну, понимаете, да, не надо как бы кидаться за одним зайцем, да, вот тут новость прошла, моментально все начинают ее обсасывать, да, потому что мощь не заметит слона, который там стоит чуть сбоку. Вот когда сейчас обсуждают эту тему, почему-то все забывают, что не так давно, кстати, очень глава государства говорил немножко другие вещи, о том, что преемника сейчас у него нет, но единственное, что он знает точно, что после него будет хуже. Вот для меня, кстати, это было более интересно к показателям, да, что хотел глава государства этим сказать, да, то, что та система, которую он создал, да, в принципе, после него она может не работать, раз будет хуже. Либо тот, кто придет после него, он не будет способен систему взять в руки и как бы ее эффективно работать. Значит, он должен быть как можно дольше. Да, то есть, опять же, вот противоречивые заявления, да, вот, касательно в том числе женщин, опять же, в нашей этике сумеречная зона для лвушки переходного периода 2013 года мы как раз и призывали многих наших коллег, ну, не концентрироваться на преемнике, как-то таковом. Он менее интересен, потому что, в принципе, список, он давно существует, да. В чем вся проблема этих всех, скажем так, кандидатов? В том, что они, как вот, я часто сравниваю, вот, помнишь, ну, может, не помнишь, советские магазины в период дефицита, да. Заходят в советский магазин и стоит, а вот целая полка одинаковых банок, там, кильки, да, томатик. Низу полка, там, томатного сока. Либо березового сока, я не знаю, почему березовый сок, но стоял такой, целый ряд березовых банок. Берез много. Да, да, откуда его, все. Вот, по сути, если посмотреть на этот список, вот, некий аналог советского магазина, они все одинаковые. В чем их проблема? У них всех одинаковые, может быть, претензии на власть. И легитимно у них одинаковые, с точки зрения претензий на власть. Там нет первого среди равных. Вот в этом вся опасность. Кто бы ни пришел, всегда найдутся желающие отнять эту власть, потому что у них равные позиции. У них такие же финансы, да, такие же группы. Мы акцент делали в этой книге именно на то, на что президент упомянул еще вот осенью, насчет того, что после него может быть хуже. Чтобы не было хуже, система должна состоять из эффективных политических институтов. Партии, парламент, неправительственные организации, вот эти самые предохранители, которые как раз-таки системы должны поддержать в этот ее транзитный период. Отдельный преемник это не сможет сделать, если у него нет поддержки социальной политических институтов. Это обязательно пройдет неким конфликтом между группами. Но если есть политические институты, которые, во-первых, будут соблюдать некие правила игры, действуют в правовом поле, есть шанс, что система в какой-то период будет существовать в стабильном состоянии и создаст основы для реформирования. Понимаешь? Вот о чем мы должны сейчас говорить. Но нет ни того, ни другого. Когда появится, это неизвестно. Последние два вопроса. Похож ли нынешний Казахстан чем-то на Брежневский СССР? Да, похож. Очень хорошо похож. Кстати, многие эксперты пытаются рассуждать, в чем была одна из причин развала Советского Союза. Как раз многие говорили о том, что в тот период резко упала цена на нефть. Это привело к большим экономическим проблемам, когда, в принципе, государство не могло уже содержать этот большой бюрократический аппарат, это гигантские государственные предприятия. Вторая похожая ситуация состоит в том, что власть неадекватно реагирует на существующие проблемы. Она стала упускать стратегическую инициативу в разных сегментах. В конце 80-х годов, если помните, появились многоксистные конфликты, межэтнического плана и так далее, на постсоветском пространстве. И третий момент схожий, это то, что сама элита, она по сути уже настолько идеологизирована, что она уже не верит тому, что говорит глава государства, говорит премьер-министр. Она ничему не верит, кроме своих собственных интересов. Это чем-то напоминает советскую бюрократию конца 80-х годов, когда уже из недр этой советской номенклатуры стали появляться будущие олигархи. Кстати, бывшие комсомольские вожаки, бывшие партфункционеры, некоторые из них активно стали уходить в кооперацию, вбухивать туда государственные деньги и так далее. Сейчас мы наблюдаем аналогичную ситуацию. То есть эпоха предприимчивых циников. Да, эпоха предприимчивых циников, кстати, в Казахстане началась там много раньше. Может быть, и большая проблема была в том, что даже существующий идеологический аппарат в Казахстане не идет ни в какое сравнение с советским, хотя бы там в уровне 70-х годов, когда еще что-то, какие-то там романтики там работали, да, ну хотя их количество сокращалось. У нас романтиков практически никогда не было во власти. Циников было больше, прагматиков, но это и страшно, потому что тогда они страну больше воспринимали как кормушку. Естественно, что когда закончится эта кормушка, в принципе, они могут из этой страны уехать. Что, по сути, и видно по этим всем многочисленным нашим беглецам, да, которые чуть-чуть, что сразу дух становится богатейшим людьми в разных странах. Да, да, да. Ну и последний вопрос, собственно, вопрос, прогноз. В новом политическом сезоне у нас уже не будет такой, в кавычках, конечно, интриги, как досрочные выборы, о которых два, по-моему, последних сезона говорили. Но уже, например, анонсированы меры по усилению ответственности за терроризм и экстремизм. Чего, на ваш взгляд, стоит ждать от нового сезона еще? Может быть, не по каким-то конкретным событиям, а вот именно в плане трендов и тенденций? Что будет? Ну, опять же, если исходить из того, что финансово-экономическая обстановка в Казахстане не будет улучшаться, хотя, конечно, цена на нефть опять якобы растет, там, свыше 50, но все очень нестабильно. Потому что, как, опять же, заявляли наши официальные лица, многие казахстанские месторождения рентабельны, рентабельны, с точки зрения добычи, при цене, ну, 60 где-то долларов, наверное, 50, это уже практически минимум. Естественно, из того, что, опять же, наша сырьевая зависимость, она вот будет приводить к тому, что будут сокращаться многие проекты, при этом многие казахстанские бизнес-структуры уже лежат на боку, хотя здесь есть очень опасная ситуация, потому что на государственном уровне с них требуют как увеличение выплаты налог, так и сохранение рабочих мест, и в том числе сохранение выплат заработной платы. Такой немного административный подход. Для чего это делается власти? Чтобы снизить, как они считают, уровень социальной напряженности, сократить уровень безработицы, для статистики. Ну, понимаете, если сейчас они вот заставляют это делать, не факт, что через какое-то время это не произойдет. Ведь рано или поздно, вот эта точка, опять же, невозврата произойдет у многих бизнес-структур, они просто физически не смогут за счет того, что у них нет прибыли, что вот это все поддерживает. Также, как я вот согласен с некоторыми нашими экономистами, которые говорят о том, что вот сейчас стремительная работа правительства по увеличению налогооблагаемой базы, среди малого, среднего бизнеса, в целом бизнес-структур, сейчас действительно собираюсь в налоговую увеличивать. Но это, опять же, может сказаться на будущем, бизнес-климате. А к чему это приведет? Опять же, приведет к тому, что увеличится безработица, будет расти социальная напряженность. И потом, старые проблемы не решены. Да, сегодня погасили проблемы с земельными митингами. Но это говорит о том, что завтра возникнет аналогичные акции протеста по другим проблемам. Вот горный кодекс уже там. Много проблем. Кстати, очень правительство должно предложить парламенту так называемую новую экономическую политику. Они хотят нести изменения бюджета, налоговый кодекс. Но опять же, я внимательно посмотрел те предложения, которые были сделаны, абсолютно никаких новинок. Опять же, акцент на сырьевое развитие. Опять же, акцент на том, что финансирование будет идти за счет национального фонда, единого накопительного пенсионного фонда и за счет сбора налогов. То есть, ничего абсолютно нового. Поэтому, опять же, нужно исходить из того, что тренды прошлых лет, они просто продолжаются и будут продолжать те проблемы, которые в прошлом не решались. И этот год для правительства будет не менее сложный. Не менее сложный. С точки зрения их работы как пожарников. Ну, то есть, есть хоть какой-то повод для оптимизма? Ну, сам факт того, что мы еще живы, это хорошо, да? Во-первых. Во-вторых, опять же, хочется всегда надеяться, что то, что нас не убивают, делают сильнее. Но опять же, это, кстати, любимый тезис, который можно было применить и к нашим чиновникам. Хотелось бы по-другому. То, что нас не убивают, кого-то должно делать умнее. Вот такой призыв. Я думаю, все-таки нужно учиться на ошибках. Их столько было много сделано. То есть, нужно остановиться и понять, что если мы не решим проблемы старые, и не научимся прогнозировать появление проблем новых, то мы завязнем в постоянном решении вот этих текущих проблем. А время уходит. Мы теряем свою конкурентоспособность на фоне вот этой конкуренции, которая растет сейчас в окружающей мире. И рано или поздно нас едят. Нас посудили уже по чуть-чуть, по кусочкам начинают есть. Ну, в крайнем случае, часть людей сможет убежать в совет безопасности. Что ж, спасибо, что побывали сегодня у нас. Это был достаточно большой диалог. Что можно сказать? Как говорится, денег нет, но вы держитесь там все. Всем спасибо, что были с нами. У нас в гостях был Досон Садпаев, кандидат политических наук и директор группы оценки рисков. Говорили об итогах политического сезона. Оптимизма мало, но постараемся вам этот оптимизм в какой-то мере предоставлять. Оставайтесь на затыке. Это была программа Затек Лайф. Всего доброго. Всего хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.